смерти загробная жизнь в воззрениях русского населения сибири виноградов георгий семёнович иркутск 1923 год кладбище для кладбища почти неизменно выбирается живописное по местному сказать веселое место открытая поляна берег реки бугорок на опушке леса как во многих местах сибири здесь места для кладбищ выбираются недалеко от жилья чаще на расстоянии полу версты или версты а редко больше случается видеть кладбище у самой деревни плоть но и в таком случае ограда кладбище не бывает смежность надворными постройками размеры кладбище в каждом селе определяются количеством живого населения например в тулуне кладбище образовавшиеся путем слияния старого восточная половина настоящего и нового открытого лет 15 назад западная часть настоящего имеет ширину 20 прясел а в длину около 50 некоторые деревни разделенные небольшим расстоянием огораживают так называемое местное то есть общее для двух деревень кладбище такое кладбище лежащее на полпути от деревни ермаки до никитаевой до 1911 года обслуживала эти две деревни теперь она перестала быть местным отошло к ермакам они китаются построил у себя церковь огородили на опушке березняка за церковью свое кладбище огораживается кладбище заплотами из плах почти всегда тесовые ворота чаще всего с восточной стороны и калитка глаз теряется среди многих сотен могил большого кладбища могильные холмики разбросаны по всему пространству беспорядки то несколько холмиков одинаковых или разных размеров расположились в ряд то скучились то холмик одинок то опять их небольшая группа и так по всему кладбищу обычно деревенские кладбище имеют вид запущенные печальный и чем старее кладбище чем большему числу отошедших в вечность она дала приют тем она кажется более заброшенным впрочем и не столь древнее кладбище представляют ту же картину многие могилы представляют беспорядочные кучи наваленные из глины изрытые дождями и обезображенные копытами бродящего здесь скота некоторые холмики ничем не отмечены ни крестом не камнем не тяжелой чугунной плитой около них лежит лишь пара сонных оглобель носилок это там где сохраняется обычай носили носить покойников на носилках или одна из оглобель воткнутых холмик временно вместо креста да так и осталось руки не дошли крестом заменить большая часть могил отмечена деревянными крестами в зависимости от того глухая это деревня или село на кладбищах мы встречаем или какую-нибудь примитивную форму креста или кресты разного устройства разной формы так например в ермаках в толуне мы редко находим четырехконечный крест чаще восьмиконечный и шестиконечный кресты с накрытием и кресты без него встречаются одинаково часто а большая часть крестов в ермаках низенькие аршинов 2 с накрытием спускающимся почти до земли в иных местах предпочитают кресты повыше наиболее желательным материалом для креста признается лиственница иногда ставят и сосновые окраска крестов какую предпочитают этой синяя голубая коричневая надписи на крестах в одних местах совершенно отсутствуют или встречаются как исключение в других они очень часто их помещают или на перекрестях или на прибитых перекрестием досках или жестянках среди множества деревянных крестов которыми полно кладбище большого села как тулун белеют бледно-голубые надгробные камни плиты камни обтесанные в виде гробов камни в виде обелисков стоячий памятник из пищника у я не на очень многих могилах видишь памятники примитивной обработки это обломки красных плит составляющего из берега оки в этих местах на этих обломках плитах или скромная надпись в виде грубо выбитых инициала умершего или дата его смерти или наконец просто выбит крест плита или торчит стоиме над могилой или покрывает могильный холм широкой широкой стороной памятники ставятся в одном направлении с востока на запад и являются строго ориентированными по сторонам света причем короткие стороны обращаются к западу и востоку в длинные стороны которые почти вдвое более к югу и к северу памятники какие часто встречаются на кладбище в тулуне а иногда в шарагуле ермаках изготовляются далеко не везде судя по надписям часик была работа на в иркутске так на ермаковском кладбище на каменной плите положенной на могилу 79-летней старушки устенье петровны татариновой умерший 1887 году высечена мастер владленов иркутск есть мастерская в тулуне не безинтересно прочитывать эти надробные надписи высеченные в камне или сделанные черной или белой краской а на некоторых золотые литеры за очень редкими исключениями надписи называют имя отчество фамилию погребенных на камне плите в ермаках высечена здесь покоится прах почтенного крестьянина тулуновской волости микитовского селения павла матвеевича татариного скончавшегося 1884 году 6 февраля 74 лет от роду мир праху твоему добрый уважаемый отец наш потрудился ты немало но скончался очень рано нам было жаль лишиться тебя но на все есть воля всевышнего и так под всем памятником покоится тело иркутской мещанки зиновьи тихоновны клячиной умерший 7 ноября 1904 года 60 лет от роду иные надписи указывают причину смерти обыкновенно очень просто и определенная иногда довольно туманно здесь покоится алексеев аналичевич кауров убит злодейский 1 февраля 1915 года 32 лет под сим крестом покоится тело усопшего михаила константиновича никлюдова погиб на двадцать седьмом году жизни от руки убийц а вот таинственная надпись на деревянном кресте он спи же мой друг безмятежно и глубоко она не подходи к моей могиле мой древний прах давно спит моя любовь к тебе остыла и сердце больше не болит мир праху твоему ниже надписи грубо сделано изображение адамовой головы больше ничего не имени не хронологической даты некоторые надписи указывают на происхождение увековечивают для потомства титул почившего например покоится мещанин сергей иванович 2 мулин интересные биографические подробности сообщающие желанием растрога читателя кладбищенских надписей оставила мужа и двух малолетних детей оставил жену двух сыновей брата надписи иногда отвечают чьими-то заботами или чьими усердием воздвиг память воздвигнут памятник памятник от любящей сестры от скорбящих родителей поставлен от любящего сына памятник воздвигнут женой двумя сыновьями от имени второй жены на камне совершенно в росшем землю читаю воздвигнут сей камень его женой надписи на некоторых крестах и памятниках содержит обращение к богу об упокоении души погребенного в какой-нибудь привычной церковной формуле о женщине оставивший мужа и двух малолетних детей надпись содержит молитву да упокой господь душу ее в селениях праведных а другой женщине молитва дай господи мир и покой души ее и тут же на другой стороне памятника как бы ответ на молитву и аз воскресу последний день на могиле убитого о боже сильный наш спаситель пошли его душе покой и со святыми упокой приеми господи рабу твою в лона авраамова под сим камнем покоится прав тюменской купеческой жены раисы николаевны кучковой рядом такая же плита с надписью помяни господи во царстве твоем здесь покоится тело раба божья тюменского мещанина иванова кучкова прохожий помолись за душу усопшего обращение к благочестивому посетителю кладбище встречается не часто на кладбище я записал себе в книжку что странник смотришь на мою могилу на время вскрыл мой прах познай здесь творческую силу и жизни смерть в его руках гораздо чаще встречается обращение к усопшим иной раз в стихах спишь ты дочь моя родная спишь в земле сырой я пришла к твоей могиле с горем и тоской среди немногих надписей тангуйского кладбища нашел стихотворение пусть роза сорвана она еще цветет так милый мой любой моя к тебе не увядает надпись на могиле 17-летней девушки марии борисовны шарагул заявляет долго оплакивали родители твою безвременно погибшую жизнь на памятнике поставлена на могиле игнатия швырова посетить кладбище читает вот тебе атлас подарок несчастной горькой вдовы милый наш папенька остались мы как птенцы на свете нет отца у нас встречать некому нас и приласкать некому на широком гладко отесанном камне окрашенном в голубое как большая часть памятников с которых солнце ветер и дождь не успели стереть краску надпись здесь покоятся два брата младенцы радуйтесь во царстве и молитесь о нас дети это местный общий памятник они не редкость на том же кладбище в другом месте читаю здесь покоятся два младенца екатерина и александра умершие 1902 году их не бабушка ирина васильевна умершая 913 году 17 мая здесь же покоятся дети и под всем камнем покоятся супруги дети правнучки надписи на чугунных плитах которые стали уже выводиться из употребления вытесненные более доступными памятниками из серого камня ничем не отличаются от приведенных остается чтобы покончить с надписями сказать еще об использовании для кладбища произведений светской поэзии их сколько можно судить по известным мне кладбищем немного их обыкновенно пишут на доске или жести прибиваемой кресту на одной жестянки краской рукой написано малограмотного человека спи спокойно ксеночка дорогая только в смерти желанный покой на другую другого креста черными буквами напечатано осыпайте могилу цветами ее прах не тревожьте слезой имена и деяния громадного большинства смертных покоящихся на сельских кладбищах не увековечены для потомства вместо долговечных прочных памятников заботливые руки убирают могилы близких дерном сплошь или каким-нибудь незатейливым узором между пластами дерна втыкают рядами красные белые бессмертники их называют народе неумирайка там где памятников нет или как их мало чаще видеть эти украшения можно на могилах садят кусты черемухи рябины смородины малины довольно редким украшением могильные холмики являются оградки резные и решетчатые оградка заключает в себе чаще всего одну могилу с крестом с камнем плитой и состоящим памятником когда речь шла о приготовлении к смерти уже отмечалась едва ли не общечеловеческая слабость связывающиеся в желании быть похороненным около своих рядом со своими в небольшом селе иной старик или старушка укажут когда вместе с ними посетишь кладбище здесь вот в этой группе могил покоятся такие-то назовут мужа с женой или мать с детьми отца с детьми в другом месте пожелаю таком-нибудь одиноком при жизни одинокой похороненном иные оградки на сельских кладбищах заменяют какой-нибудь фамильный склеп на кладбище культурного города а вот почему в некоторых оградках находим не одну могилу а несколько так в одной оградке на тулунском кладбище я нашел летом 1920 года 9 крестов различной величины под которыми покоятся члены какой-то семьи тенденция обособляться в группы своих могил проводится настойчиво в одном углу обособились группа могил фамилии черемных там никулиных и так далее сохранился благочестивый обычай строить на могиле небольшую открытую часовенку часто она представляет собой обыкновенную могильную оградку с высокими аршина 4 столбами на углах на которых появляется круглая тесовая крыша увенчанная крестом пьяного с трудом пробираюсь через бурьян и крапиву от могилы к могиле а вошел небольшое кладбище ни на одном кресте ни одной надписи многие могилы без крестов а где они есть самой примитивной архитектуры 1919 год кежма не сразу узнает что пришел на кладбище это второе кладбище так густо поросло травой кустами молодым осинником березками от изгороди очень немногое уцелело столбы кое-где часть забора кое-где стоят покосившись кресты много крестовых обломков покрытых мхом и лишаями лежат на земле в дальнем углу где прежде были могилы теперь холмики долпадины заросшие травой над кладбищем проносится веяние грусти на вид этих немых давно исчезнувших из людской памяти могил из которых мертвые ничего не говорят даже языком надписей угнетает а вот самое старое старое кладбище куда уже два столетия назад прадеды кеженцев поколение за поколением приносили сюда свою грусть свои думы свою тоску свои слезы сирота невеста приходила выйти сюда просить благозловенецы великого родительского положенные дни приходили сюда и пили на могиле вино закапывали крашенные яйца деды и прадеды кеженцев боялись ночью проходить мимо этого места как ныне живущее поколение не пойдет мимо нового кладбища не боялись не смели унести какую-нибудь вещь с этого кладбища как ныне живущее поколение не возьмет не иконы не оглобли не цветка или ягоды с могилы нового кладбища а здесь теперь в одном месте на угоре стоят дома и дворы в другом под угором дворы и огороды теперь на этой земле обильно удобренной человеческими останками и политой людскими слезами ходят и ездят люди бродит скот бегут населенные населенные пункты а также весенние летние дождевые потоки обнажают в косогоре колодцы гробницы с человеческими костями кусками истлевшей материи в нижней части косогора яма в ней берут глину здесь обломки гробниц человеческие ребра позвонки локтевые кости лопатки много их целый череп челюсть точно сделанные из грязного воска кладбище небольшое валяются кресты заросло украшения из тряпочек встречаются и здесь две-три надписи на крестах кое-где на крестах медные иконки на некоторых черепки горшков на угольках пелагея петровна заварская сказала что здесь редко хоронят с папом да хоть с папом все равно перед тем как опустить группу могилу его акадят в черепок кладут жару и ладану некоторые зарывая могилу бросают туда же черепок с углями и ладаном а другие высыпают угольки на могилу и на них ставит черепок с могилы ничего нельзя уносить домой остаются и черепки трудно представить себе что-нибудь более убогое и жалкое как русское деревенское кладбище резюмирует свои наблюдения на дону изюмский ходячие объяснения заброшенности деревенского кладбища мы встречаем у шперка читаем зарыв в могилу покойника не заботятся более о доставшимся ему вечный удел приюте надо сказать что здесь высшей степени равнодушны кладбищем которые во всех селениях представляют совершенные пустыри где там и разбросаны небольшие могильные надписи однако несмотря на пустынность заброшенность неприглядность какая бросается в глаза нам дневным посетителям кладбище ночью здесь заметна жизнь сведения об этой жизни весьма скудны и разноречивы в подробностях с одной стороны покойник представляется неподвижным в заговорах читаем покойник лежит ни рукой ни ногой не буйной головой хотя если судить по рассказам чувствуется боль боится ударов и так далее с другой стороны каждый покойник отбывает натуральную повинность по охране нового места обитания кладбище у кладбищенских ворот сообщает мне сотрудник из перфиловой постоянно находится привратник приворотник как только донесут из села покойника до ворот кладбища он становится приворотником и стоит на своем посту до следующего покойника с появлением которого он идет и ложится свою могилу это опять ждет смены дождется и в могилу навсегда ли нет покойники могут выходить из могил правда не во всякое время в какое бы попали пожелали но в определенные часы начиная с глубоких вечерних сумерек и до утренних петухов выйдя из могилы сумерками они навещают родственников иногда близких знакомых являются им во сне а с первым петухом возвращаются в свою могилу сумерках как церковный сторож ударит в колокол покойники встают из могил и бегут на водопой как только запоют селе петухи они спешат укрыться в своих могилах обнаруживая в этом свое превосходность во вероятно здесь надо искать причину объясняющую почему боятся ходить ночью на кладбище или мимо него и днем на кладбище все-таки жутко и редко кто пойдет туда один по праздникам ходят девушки целой компании в никитаевой всю весну девицы по праздникам как уберутся по домашности идут на кладбище и там хором плачут то обстоятельства что кладбищенскому населению приписывается жизнь около которой создалась большая устная литература должна подсказать что приведенное здесь ходячие мнение о причинах запрошенности кладбища не может быть принято бесспорно давая должную оценку сообщением приводимым в этом сочинении ходячий взгляд приходится признать результатом поспешности в заключениях касающихся некоторых сторон народной жизни и так верования связанные со смертью погребальные обычаи обряды представление о загробной жизни все что принесли с родных пепелищ метрополии старожилого населения сибири севера россии не могло сохраниться в чистом виде ибо и засельники сибирских пространств не сохранили в чистоте типа северянина а должны были испытать влияние со стороны вольных и невольных пришельцев из других мест европейского зауралья не без влияния осталось надо думать и соседство и сожительство с аборигенами занимаемого ими края эти влияния должны были сказаться на многих сторонах жизни колонистов на бытовом укладе как отмечено многими наблюдателями народной жизни сибири так и духовной жизни например языке не могли остаться в стороне от этого влияния верования в частности верования связанные со смертью представлениями о душе о загробном мире погребальные обряды указания на этот счет имеются в литературе естественно что в них мы находим соединение различных элементов не всегда обряды проникнуты единством мысли не во всех местах наблюдаем одни и те же детали при выполнении обрядов не одни и те же объяснения смысла и значения их слышим из уст народа а в разных местах даже в пределах одного уезда исследовать должным образом изменения произошедшие в составе верования обычаев соответствующих преданий и легенд принесенных переселенцами из европейского зауралья в азиатское где насельниками нашли новые условия жизни подвергались новым культурным влиянием эта тема другой специальной работы для появления которой еще не настало время